Вот интересный вопрос. Как вспомнить свои прошлые жизни? Вот сейчас посмотрим разные комментарии, ну и дадим свои собственные комментарии. Прошу успокоиться. Никто об этом ничего правильного вам не расскажет. И те, кто знает, тоже не расскажут, и я в том числе. Потому что, во-первых, кроме каббалистов никто ничего не знает. Ну вот опять же, не похвалишь себя, как каббалист, а ходишь, как, так сказать, оплеванный. Ну, почему? Мистики знают, астрологи знают. Ну, конечно, это знание для мудрых, для разумных людей, а не для, так сказать, поверхностных. Поэтому уже осечка, но мы не судим, мы анализируем, вам советуем трезвее быть. У людей существуют подсознательные какие-то ощущения, что вроде бы, наверное, есть какие-то кругообороты душ. Это все к ним пришло все равно из каббалы и много тысяч лет назад, когда Аврам послал своих учеников по всему миру. Это все прослеживается в философиях и в религиях. Но дело в том, что мы не знаем этого, потому что душу мы не чувствуем. Ну, опять же, это можно говорить за себя, так сказать, потому что мы все растем и пробуждаемся. Вот, из семени вырастает дерево. Дерево зрело дает достойный плод, если, так сказать, брать все, так сказать, в естественном порядке вещей. Поэтому, ну, дай бог, чтобы были такими скромными, как говорят. Только в нашей жизни участвуем сегодня с вами, нашим телом. Если вы хотите узнать свою душу, для этого вы должны подняться до ее корня. Допустим, если вы откроете книгу, которая называется «Шара Гильгулим. Врата кругооборотов жизни». Ари, это великий каббалист, который жил в 15-м веке, в 15-м, 16-м веке. То вы увидите, что он там описывает. Кругообороты жизни свои, своего ученика, которому он рассказывает, кем ты был и так далее. Но это при случае, когда эти два человека, учитель и ученик, находятся в духовном мире и обсуждают между собой эти процессы. Не потому, что им было интересно, каким там я был водовозом, или там полотером, или рабовладельцем, или наоборот рабом. Ну, у каждого свой уровень, у каждого свой интерес. Поэтому, если уже находятся в духовном мире, так прекрасно, что вы осознаете, что вы в духовном мире находитесь. Такой хороший у вас масштаб восприятия, такая утонченность. А кому-то интересно и какие-то другие психологические особенности свои знать, понимать. И, так сказать, объяснить себе правильно свои, может быть, неправильные порывы в поведении, получить необходимые советы, как их исправить. Поэтому такая точка зрения существует. Такие варианты тоже очень-таки полезные. Не в этом дело. Ну, конечно, что не в этом дело. Естественно, что ж. Никого не интересует. Кем я был в прошлой жизни, каким образом я там жил. Ну и что, прошла-то жизнь. Меня и в этой жизни не интересует, что было вчера или 10 лет назад. Ну, извините, опыт мы накапливаем, поэтому, если будем повторять те же самые ошибки, наступать на те же грабли, поэтому, в отличие от каббалистов, мы четко можем рассказать, кто на какие грабли наступал в прошлой жизни, и в этой жизни он повторяет те же самые ошибки. И, к сожалению, не учится, а может быть, только повторять те же самые ошибки, как этот тупой ослик, который ходит по кругу. Поэтому вот уже косяк, казалось бы, у таких мудрых каббалистов. Ну, какой смысл мне копаться в этих ностальгиях? Уподобиться жене Лота, которая стала соляным столбом, потому что посмотрела назад. Не стоит человеку назад смотреть. Ну, надо же, как все. Можно все, что угодно, можно, так сказать, в негатив свести. А опыт жизненный что? Разве мы не накапливаем опыт? Как ты получишь, я реализуешь мудрость без опыта, без оглядки назад? То, что жена Лота оглянулась, это было совсем другое. Это было нарушение, так сказать, определенного условия. Было условие, чтобы его не нарушить. Это совсем разные вещи. Не надо, так сказать, путать божий дар с яичницей, как в народе поговаривают. Только вперед. Поэтому круговоротов никто не знает. Они никакого значения для меня сейчас не представляют. Они не представляют, если ты уже четко вышел на духовный путь, действительно, идешь чистой духовной жизнью. Поэтому, естественно, и устремление, и зрелость, она будет соответствовать. Если этой зрелости нету, и нету соответствий, конечно, будут многие факторы отвлекать. Будут другие совсем задачи стоять. Это очевидно. Никакой важности. Я должен просто идти вперед. А нужны они нам только для того, чтобы понимать, что я должен достичь своей цели. И когда я буду приближаться к ней, я увижу все эти свои круговороты, я начну оправдывать Творца за все то, что Он за мной проделал, и в неосознанном, и в осознанном этапе своего развития. И я наконец-то смогу четко собрать эти все кругообороты в жизни вместе, в один, и сделать из них одно единое совершенное свое состояние. Вот для чего они нужны. А больше ни для чего. Ну, конечно, мы можем описать это всего лишь состоянием, одно единственное совершенное состояние. Ну, так любое событие – это тоже состояние. Что тут такого сложного? Ну, какая мне разница, как я прожил 20 лет назад какой-то день, если я из сегодняшнего дня захочу посмотреть на тот день. Это все равно, что я из сегодняшней жизни захочу посмотреть на какую-то свою жизнь в минус 20-м от меня кругообороте. Ну и что? Ну, что мне от этого? Допустим... Интересная история была, по-моему, это из ведической культуры, когда Кришна объяснял одному аскету, йогину, за что он страдает. Оказалось, что он просмотрел своих там 200 воплощений и не нашел ни одной причины, по которой он страдал. А оказалось, буквально еще отмотать парочку жизней, и он, будучи ребеночком, выбил глаз какому-то там муравью или какому-то насекомому, за что и получил определенную кармическую реакцию в этой жизни. Поэтому, не увидев тех воплощений, он не мог понять причины страданий в этой жизни. Он не смог их исправить, потому что не смог их и увидеть. Поэтому пришлось ему страдать, вместо того, чтобы четко исправить, зная, в чем-то сказать, его вина, в чем его, так сказать, корень проблемы. Поэтому вот, пожалуйста, вам наглядный пример. Я там пахал, чего-то делал там на каком-то клочке земли или там чем-то еще занимался, был каким-то моряком или там водовозом, ну, неважно кем. Ну, и что? Какая разница? Этот мир, он одинаковый, но тут немножко больше техники, немножко меньше. Ну, вопрос не в технике больше или меньше. Вопрос в поступках, в тех реакциях, которые мы, конечно, в итоге вызываем и получаем, которые потом нас преследуют. А техника здесь ни при чем совершенно. На этом заниматься. Мы же не занимаемся историческими всякими романами. Они ничего нам не дают. Ну, это не исторический роман. Это, в принципе, те вещи, которые повторяют. Уже прошло 2000 лет со времен Христа, а, в принципе, проблемы остались те же. Ничего не поменялось. Даже в какой-то степени ухудшилось. Тогда, может быть, люди были и как-то и проще, и искренней, и как-то возвышенности. Они в такое лукавство упали за этой своей технократии и такого самомнения. Кучу костерей на себя навешали, считая, что они такие все крутые. Мы должны из нашего мира попытаться как можно быстрее, легче пройти в высший мир. Там совершенство, там вечность. Наш мир все равно пропадает. Пусть только мы заканчиваем с вами все наши круглобороты. Он исчезает, как будто его не было. Он весь входит в тот вечный мир, мир бесконечности, как составляющая своя, которая развернулась специально, чтобы нас научить чему-то, и свернулась обратно. Здесь тяжело не согласиться, ибо все сказанное очевидно. Вполне это сказать и по восприятию, и по понятиям. Здесь мы абсолютно согласны, мы не видим каких-то противоречий, поэтому абсолютно поддерживаем каббалистическую точку зрения, которая, в принципе, является просто естественной. Все миры, кроме мира бесконечности, сворачиваются и входят обратно в мир бесконечности. Ну и что, ради этого стоило так мучиться долго. В принципе, так сказать, жалко, жалко каббалистов, жалко, которые, так сказать, пренебрегают теми ступенями, на которые могут споткнуться. В принципе, никуда не денешься, придется спотыкаться, идти консультироваться к астрологам. Так что ничего не поделаешь. Желаем вам всем удачи, чистых знаний, познаний.